ну здравия воины сегодня необязательное видео просто ну блин я не мог это пропустить заходит это довольно далеко и просто на поражать поделился с тем что в полку критиков цельнозора которые критика цельнозора то есть сталина то есть еще много чего здравомыслия это уже давно диагноз как я говорил и вот еще одно тому подтверждение для тех кто не в курсе знакомьтесь анюта замечательная девушка для тех кто не в курсе которая ну как бы сказать то проживает стараться меня не знакомит там статус но он назовем это подруга тарас замечательный человек новичок в нашей скажем так нелегкой битве точнее у нее это нелегкая битва за денежные знаки потому что она явно пытается ставить конкуренцию вику си в деле откачки денежных знаков с определенного категории скажем так стиренного контингента дамочек с не очень высоким уровнем критического мышления в общем знакомьтесь анюта помимо того что не чешется внутри у нее есть еще какой-то определенный зуд который она наверно переняла или которым заразилась увеку си вот это называется критика цель назора и просто паранойя паранойя которая как мы видим заразные конечно глубоко не психиатр и все что у меня есть в этой части это там второй курс универа где нам давали некоторые клинические картины описывали и я тоже тут вижу некоторые признаки может быть и на этом основающий попозже хотя это скорее к вики да ну по бабушки вики мы потом отдельно наверно как-нибудь запишем ролик а пока вот по нанете она тоже призывает непонятные силы кармы где у кармы силы и где у вики сектора одному кону известно наверное но анюта старается не отставать и вот она всячески меня клянет и призывает к силы кармы но по моему оснований каких нет если и вики то я сделал добро как карма действует не делай добро не получишь зла вот и кусил уже долго долго с февраля того года то есть больше полутора лет очень много сеансов она всячески призывается очищается и все прочее как-то слабо то но у нее есть причины поскольку грубо говоря я ее раскрутил первая реклама первые клиенты как бы скажем так контингент зрители подписчики во многом благодаря рекламе которую но он уговорил на меня сделать скажем так и я действительно стал что вот типа человек единомышленник она действительно была единомышленницей когда она там говорила что пойдет унитазы мыть какая она бедная несчастные сказки придумывала прочее титные вошел в положение пожалел и порекомендовал и она действительно первые там несколько месяцев искренне прямо говорила что она борется с тьмой с маткой инсектицо инсектитоидами и так далее а потом как корову языком связала никаких маток никакого роя никаких упоминаний негативных про масонов только я просто вот и пиндер цельнозор черномор и так далее все просто истина последней станции века и я просто вот источник всего зла во всех вселенных и вот наконец таки века перестала быть одинокой в этом плане потому что вот хорошая у нее соратница растет может сказать растет и хочется ее отблагодарить она так вот меня кормит скажем так силы кармы призывает что нужно как-то соответствовать она же назвала меня грузьем ну по моему пора лезть в кузов что называется и сделайте немножко добра раскрутить и помочь вот что ей делаю я хочу представить анюту но несмысленно поражать для этого и вкусе хорошо справляется а вот именно как помощницу веке и дайте парочку хороших советов на мой взгляд потому что ей есть куда расти давайте остановимся по подробке и посмотрим что же у нее замечательного ну это я к сожалению или к счастью не внешность это явно видно и по собственно почему она и пошла по этому пути потому что другим способом наверное денежки зарабатывать у нее не выйдет но вот чтобы улучшить ее профессиональные качества я постараюсь дать и пару советов разобрав ее скажем так ну работает сложно назвать но и и потоке поехали видео совершенно не обязательно поэтому наверное не всем стоит смотреть не просто у кого есть время у кого есть желанием прикалываться тот может остаться ну попробуем по прикалываться и посмотреть что уже у них получается потому что ну люди иногда присылают на поражать действительно есть интересные моменты давайте их разберем и параллельно дадим барочку хороших советов они утяну на мой взгляд хороших разумных вот вот там нет и у нее ну естественно акцент поскольку большинство скажем так москалей на ее сеанса все по-русски пишут и русскоязычных скажем так я бы рекомендовал поработать с акцентом анют но все-таки попробую участие что москальский язык он немножко гармоничнее и попроще и логичнее вот этой вот вот этого суржика этой мовы извращенной молва вообще-то слово молва а не мова и так далее долго можно разбирать как сделали велико русского или мало русского точнее наречия вот эту вот мову непонятную кастрировав и убрав тут куча всяких вещей но сейчас не об этом попробую все-таки лутарить на русском языке большинство людей в общем-то понимает и твоих клиенток именно его все-таки но это первый совет не знаю нужен он ли нет но попробуй второе но послушай себя сама теперь найди насчет три свое эфирное тело они один вот это вот жесты всякие это когда ребенок врет а нет он прикрывает ротик ладошка чтобы якобы скрыть от и вот возрастом возрасте это вот вот тоже вот такому всему приводит носик там потереть почесать и так далее видно что человек говорит и готовится постарайся чтобы видимость понятно что психологов нет и психиатров тем более но тем не менее какие-то базовые подсознательные интуитивные импульсы человек получает попробую первое говорить увереннее и об этом я расскажу чуть позже и избежать вот этих вот жестов которые те просто выдают с потрохами ты готовишься трындеть мягко говоря трындеть и причем очень таки масштабная и крупно это просто вот но мне по крайней мере видно едем дальше 2 а вот тарасик молодец вот курс 2 3 а вот так прям уверенно это его тетя вика научила для нее для него это тетя для тебя наверное баба уже и вот и бабушка вика 12 лет в секте она живет с раввином маркушей который тоже он специалист по промывке мозгов собственно почему она замолчала все про роль иудеев в управлении и так далее почему она заткнулась про масонов и так далее и почему собственно 3 начал мягко говоря много говорить про масонов и так далее вольные каменщики его надо же зазвонил про вольные каменщики начал пиарить вольных каменщиков с чего бы это считаемые эфирные а вот с того что тарасик сам как-то умудрился стать таковым вольным каменщиком и поскольку он стал недавно таким вот вольным который вообще ни разу невольный скорее подневольный он их собственно и пиарит ну ладно об этом чуть позже наверное а сейчас ранит сосредоточься поехали это я спроси разрешение на буду еще бы не ты увереннее над уверенней хорошо опиши как ты выглядишь в этом пространстве я сейчас воплощена звука я понимаю похоже на кисточку давайте сэкономим время немножко и устроим эту перемотку побыстрее я понимаю похоже на кисточку значит таким тонкой длинной ручкой вот молодец образы но как-то вот много описаний много деталей да если хочешь запудрить мозги больше деталей меньше сути это вот у вики прекрасно научилась умничка 5 баллов идем дальше вот и никого не интересует что за махра что такое махра и где край и так далее больше больше деталей молодец прямо это вот они второстепенная но как бы аналитики то мало у тех кто слушает а вот детали они любят эмоции детали вот просто молодец не учишься уже просто хвалю в этом плане да вот тарасик тоже молодец просто на уровне уже научился ну во первых не ложе а классно это тоже день как бы докапывать детали пустим но самое интересное рабочий стол вот молодец уверенно так клади на рабочий стол я конечно не знаю чем этот рабочий стол от безработного стула отличается но это штука я докапываюсь до всяких фигней нормальные то адекватные 40 50-летние дамочки то которые вот в основном это все фигню и смотрят они ты не вопросов не задают поэтому молодец аня вот в таких вот паузы не делаем и хорошо что тарасик тебя просто-напросто вытягивает он он видишь помог цени его говорит ложи на рабочий стол чтобы пауз не было почему потому что когда возникают некие паузы то мозг включается он задает вопрос а почему а как есть время на подумать молодец если не хочешь пойти по моему пути не делай паузу это я делаю паузу чтобы людей было время подумать чтобы вывести людей из какого нибудь транс востоянии что понимали задуматься о чем-то я раз так сразу и люди тут паузами чтобы они у них было время осознать предыдущую фразу вот ты молодец меньше пауз тарасик это знает ты еще не знаешь я вот тебе разжевываю то что делает уже нам на уровне подсознания тарасик молодец никаких пауз больше всякой херни и деталей ничего не значащих пара кисточки по все что угодно народ это любит думать народ не любит особенно твои клиентки поэтому меньше пауз а не запомнила едем дальше что-то еще не что-то мешает на голове эта конструкция перемотаем это ножом подрезаю хорошо можно будет тарасик ну пожалей мои мозги ну клади клади сложно запомнить не прошу тебя ну просто серпом по яйцам вот молодец наконец-то перешла к интриге главное хотя интриги тут и нет анюта интриги больше слушаем я сама дева это на площади ты я хочу спрятаться никаких подробностей как она попала на эту площадь когда это было в каком воплощении на каком планете даже вселенной вот интрига молодец надо держать интригу побольше неясности и туманности женщины это любит особенно преклонного возраста в основные твои клиентки да 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 больше держи держи интригу паузу нет чтобы вот как можно сразу увидела и сказала и либо подсказала либо человеку задает наводящие вопросы чтоб человек сам нашел не-не-не-не больше тумана тень на плетень молодца но но можно еще больше есть куда стремиться а затем эти люди тебя ищут а кто эти люди а как люди ищут и почему она в толпе странно как можно в толпе искать человека только вот в голливудских фильмах показывают что в чем в толпе ищут человека обычно касси прячется он как бы и стал побежит вдруг толпе кто узнает но поскольку в голливуде как и в мозгах у они все перевернута она как-то странно видит эти картинки убийцы наемные круто какие-то охрана они меня ищут охрана это охрана кто-то приказ тебя убить уничтожить убить это ни одно и то же не так они за тобой ищут либо ты по ниточке идешь ты уж определись ну молодец молодец потому что те кто тебя сможет у них нет критического мышления и вопросов не задают поэтому молодец образ классный серая ниточка это конечно круто я так понимаю что это человек который я его не могу считать считаю его эфирная днк снимай все запреты на снятие магии колдовства на счету информации и прикажи ему проявиться молодец старость нужно показать твое участие вот без твоего приказа вообще ничего не происходит молодец вот к тарасику вообще никаких претензий супер какой-то слышу адепт адепт чего вижу религиозная какая-то ерунда с крестом может и не религиозная может это эти ты расскажи где это было аня сейчас я немножко подзадаю вопросы а потом перейду к сути немножко более интересную еще короче какие-то кресты помещение подожди недавно была толпа вот даже вот при нуле критического мышления вот такие перескоки но не рекомендую они постарайся держать нить потому что есть очень простой нюанс когда человек врет он первое перескакит 2 если его попросить снова рассказать эту же ситуацию он не расскажет потому что человек вспоминает он легко перескажет это же самое а когда врет он второй раз также рассказать не сможет появятся другие детали другие места собственно следователи так и ловит преступников которые очень часто врут это вот ну элементарщина не на судебной психиатрии и на там ваза следственного действия нам когда такое преподавали элементарщина они вот тебе видимо этого не преподавали но сто процентов тебе этого не преподавали просто ну совет постарайся запоминать то что говоришь конечно голова будет пуфным первое время но в этом смысле векусе уподобляться не стоит постарайся запоминать что ты говоришь чтобы не было противоречий а то через 10 минут буквально тоже говоришь совершенно другое что такое на темное с факелами этих капюшонах их несколько человек они магичат логично да хорошо и что делать-то ритуал делай какой-то какой-то ритуал прямо на пабу что-то там рисуют на пятиконечную звезду и становятся в нее куда же без этого-то с крестами и культы пятиконечная звезда только что увидела на как крест связан с пятиконечной звездой потому что по официальной версии то они не дружат между собой тоже вот ну явное противоречие постарайся явное противоречие как-то устранять анюта постарайся считай информацию этот ритуал направлен у тебя на таких же это каких по каким параметрам они хотят вас уничтожить какая-то память какая у нас есть какая-то память память подсознание и такая есть круто но после рабочего стола это не 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 удивлюсь это но в компьютере есть рабочее стоп понятно потому что там еще и среда такая но у них память и подсознание это примерно как силы карм это как примерно сектор первого творца что такое первого творец чем от второго творца отличается и где у кармы силы где сектора у вики это конечно звучит круто да еще еще портал портал никто не знает что это такое но звучит круто а мы знаем у нас сохраненные связи вот эти помимо сохраненных связи мы еще и помним это то есть как-то там задействованы механизмы что мы еще и то, что было, помним. На физике? Логично. Есть такой механизм, то, что было. Да. Понятно. Надо найти и уничтожить. И они знают, кого искать. Вот что интересно. А вот это уже интересно. А как они знают, кого искать? Кто дает наводки? Да. Считай информацию, откуда они знают, как и кого искать. Снова придется перематывать и потом мы перейдем к некоторым натурным и иным примерам, которые я хочу, чтобы Анна усвоила. Вот зря, собственно говоря, я старался перемотать. Вот оно, прям момент истины. Но, опять же, никакой интриги почему-то. Наши старые знакомые. Все те же на манеже. Какие? Я думала, что-то новенькое. На манеже все те же. Да, надо же. Ну, какие в Кохрянде новенькое? Там два главных монстра источника зла. Это воображаемый Путин. Один из его двойников. И, соответственно, теперь уже цельнозор. Замечательно. Я вижу мону с Ильей в квадратике. Ну, как картинка, вот как в ноутбуке. Угу. Аня, а где интрига? Вот, давай посмотрим, как это... У тебя же есть к чему стремиться и к чему учиться. Посмотри, как интригует бабушка Вика. Сейчас попробую даже найти. Вот, смотри, как Викуся-то это делает. Как интригует. Ставит запрет, замок. Все три принятия решения. Вот. Зачем так сразу? Говорит, на мой, они все те же. Во-первых, голос, голос, четкий, командный голос. Бабушка Вика очень долго его отрабатывала. И в сексе. И до этого, там, некая руководящая должность, там, типа, бизнес свой. Она знает, что любую чушь нужно нести командным голосом. И в прошлой жизни. Она ведьма из ННРБ. Она строила, там, чуть ли не пол-риха. Да. Это так. Она знает просто уже, вот, как манипулировать людьми. У нее это вшито. И она знает, как держать паузу и интригу держать. Просто-напросто. Она никогда сразу ничего не скажет. Тут сектор. Тут запреты. Приказываю всем занавесам исчезнуть, раствориться. Вот, вот как надо. Анют, учись. Вот тут перед тобой отличный пример манипуляции. Тут какая-то черная полоса. Здесь висит замок. От этого тянется сектор магии. Сектор магии, сектор индеферентов, сектор рептов, сектор первотворца, сектор первоисточника. Больше секторов народ это любит. Где у нее сектора? Не знаю, может, конечно, с возрастом появляются. Анют, ну поищи сектора, рекомендую найти. Просто там не пожалеешь. Сектора это вещь. К программе жертвы пошли в черный. Во, и программ побольше. Где-то вот между секторами где-то программы должны стоять. Я не знаю, как это все укладывается в одной голове, но вот постоянно сектора там и как-то они не мешают друг другу. Как-то вот замечательно уложены, никакого хаоса где-то. Порядок в высшей степени. Сектора, порталы и программы. Обязательно. Программа жертвы, вот то, что вот любят кто-то, кто я жертву. Не, ни одна мадама сказала. Все говорят, что я не такая, я не жертва. Обязательно. Вот. Азы психологии, а нет, учись. Вот, перенимай опыт. На голове какая-то кастрюля снова выглядишь как царь Николай. С кастрюлей именно как царь Николай. Да, кстати, Анют, ну, никто не ходит с обычным человеком работать. Минимум царь Николай. Вот, смотри, у Викуси, царь царей, король королей, три портсигара импортных, три магнитофона. В смысле, там уже три Соломона было, парочка пророков Моисеев, куча всяких сказочных персонажей. Нет, я понимаю, что все сказочные персонажи уже разобраны. Ну, что, сложно в Википедию заглянуть, что ли, тебе на самом деле. Поищи, я уверен, Анют, у тебя все получится. Вот, учись у Викуси. Мунгирчики. Все постоянно перецепляют этот мунгирчик. Да, ему цепляют мунгирчик. Он же, Николай II, который как бы послал войска в Тибет, но они заблудились и пошли на Балканы. Такой вот Николай II и генштаб такой странный, который не знает, где находится Тибет и где Балканы, куда нужно посылать, чтобы войска не заблудились. Конечно же, это видящие люди знают, что Николай II был высшим масоном и до этого был в Рое, и что он по договорнику сдал всю Россию, королевишню, английскому престолу, скажем так, и он уехал с остановкой в Екатеринбурге, там его якобы расстреляли, на самом деле, не хранясь, реально, он поехал дальше до Владивостока, с Владивостока на корабле, и как Георг V уже прибыл в Австралию, где был визит определенного Георга V, он никогда не уезжал, об этом никто не писал из Англии, но вот в Австралию как-то прибыл, а потом уже с Австралии он прибыл под видом Георга V в Англию, где и жил до конца своих дней, а сейчас он реинкарнировался, естественно, в такой же избранной семье, в кавычках, и опять же в Рои он восстановился, став масоном, вспомнил себя ему, Рой залил информацию, кто он и что он, все эти подключки, наработки, наворованную энергию, и он стал таким же номинальным владельцем, как он в виде Николая II ничего не решал, был номинальным владельцем, так и сейчас, это Дмитрий Анатольевич, который Мендель, который Медведев, он такой же номинальный владелец вот этой ООО «Эрефи», кто в курсе, тот может поизучать вопрос, кто зарегистрировал в 93-м году какую компанию, он же представитель кооператива «Озеро», тоже с 93-го года и так далее, он номинальный владелец «Эрефи», он же бывший Николай II, да, но твои-то слушатели этого не знают, поэтому больше интриги и больше статуса, статуса, помени кое-что и скажи, что вот это снова а злобный Сталин, который, ну, до этого, почему-то даже векусь я не упоминал, что когда-то я был Сталином и так далее, а вот потом уже, вот, и только злобный Сталин у него все забрал, ну, ничего, что это все-таки опять же был договорняк, что до этого Ленин и так далее, что Сталин только перехватил управление и только к 30-му году, медленно поднимаясь и борясь с разными пидоргами и паразитами иудейской национальности, хотя пидорги бывают разных национальностей и так далее, это все оговорки, нет плохих наций, есть плохие люди и так далее и тому подобное, так вот, больше статусов, народ на это падки, особенно Мадам, ах, он же Николай II, вот, царь царей, король королей, это вот рекомендую, рекомендую еще так же о каком-нибудь вселенского иерарха добавить статус Тарасику, а то, ну, как-то не солидно, не солидно, честно, если ты хочешь отнять кусочек хлебушка, часть лохушек на свой канал перевести и в дальнейшем также зарабатывать через годи, как и Викуся, к чему ты идешь и я чего тебе искренне желаю и просто-напросто стараюсь, как бы, чтобы было основание на меня, силы кармы привлекать, тебе добра желаю, поэтому искренне тебе говорю, добавь статуса в Тарасику, тогда и ты в его ореоле, его славы, скажем так, будешь круче выглядеть. Упоминай какой-нибудь статус, пусть даже кастрюлю, в которой он как царь выглядит, в каждом сеансе, вот учись у бабы Вики. Что он им в жизни не дает? Может, опять этот мундир на этих колдунах и пусть ходят сами, так что не смогли снять его никогда. Сейчас разберемся, сейчас разберемся. Ну, как бы, да, уже не впервые ты такое оделал, я весь такой красивый, там, в разных периодах, одеждах от тебя, Викуся, давай, давай, еще больше, вперед. Сейчас, Вика, все эти программы подвигай. Это же ты, подвигай, да? Да, подвигай. Считай милиферное ДНК, Лето. Очень интересно и есть чему. Главное, уверенно. Сейчас покажу одну вещь, которая просто вот покажет, скажем так, бабушку Вику в прошлом. Уверенно надо говорить. Вот, рекомендую, хороший канал, называется Медфильм. Тут есть интересные ролики. Если сравнить вот с некоторыми нашими любимыми, скажем так, регрессолохами, то просто есть явные-явные параллели. Просто мне интересно иногда такое. Я подобное когда-то давно смотрел и изучал. Я знаю, собственно, с чем имею дело, просматривая некоторые каналы, но не все зрители знают. И главное, что это работает. Посмотрим, почему такое поведение работает. ...лет, поступает в клинику в третий раз. В период ремиссии практически не наблюдается каких-либо расстройств, успешно работает экономистом. Предыдущие приступы выражались в резком повышении настроения. Настоящее обострение сопровождается также обильной бредовой симптоматикой. Что такое? Это когда высокое настроение, такая уверенность и прямо вперед на баррикады. Что-то мне это напоминает. Как вы считаете, что все в порядке у вас? Никаких проблем нет? У меня? Да. Это у вас, по-моему, проблемы. Вот. Лучший способ защиты это нападение. Что-то у меня не так. Тарасик Кашлянук. Это виноват цельнозор Илья Имона. Обязательно. Больше никто. Отличный способ. Хуцпа. Лучший способ защиты нападения. Ну, они так считают. У меня? Ну, да. С чем? Ну, с тем. Больше интриги. Вот то, что я говорил, Анюта. Больше интриги. Ничего прямо. Вот с тем. Вот и понимай, как хочешь. А народ это хавает. Что называется? People хавает, да. Ну, сколько восторженных отзывов-то у Викузьки-то? Ну, с чем? Не знаю. Вы же все видели белое-черное. Раскрыл. Во-во-во-во. И больше образов. Больше образов. Белое, черное, полосатое. Часто за этим. Больше всякой фигни. Как говорят во фразе. Фраза интересная. В Москва слезам не верит. Неси полную чушь. Это раньше называлось бредом. А сейчас это точка зрения. Выключите? Я вам сейчас все показывала? Вы все мне загадками какими-то говорите. А, угу. Говорят, давай-давай, крути педаль. Ну-ну-ну. Вот-вот-вот то же самое. Ага. Это вот коронная фраза. Молодец, Анюта. А так же ведет себя абсолютно в Викуси. Это вы вот просто молодцы. Вот абсолютно такая же линия поведения. А это работает. Это работает, потому что так устроено сознание людей, подсознание. Молодец. вот такая симптоматика людям почему-то очень хорошо сейчас заходит. Это раньше была клиника, раньше гомосексуализм. Не поверишь, Анют. Раньше гомосексуализм считался отклонением. А сейчас это не то, что норма, это обязаловка. Это просто вот... То есть это раньше таких, как Викуси, в клинику клали. А сейчас она бабки зарабатывает. Молодец. Еще что рассказать? Вон там она ходит внизу. Кто? Ну, Оля. Мухина, которая. Ее отлавливать, она вам сейчас все расскажет. Так, Оля Мухина, это вы? Не, Ольга Фанасина Мухина. Да. Рассказать, где родилась в Сибири, в городе Тоборске. Машка Распутин, вам спела? Да. Вот. Никакого перехода, а не... Вот то, что делает Викуси. Абсолютно. Ни с того, ни с сего. Бац! Другой образ. Бац! Перевод темы. Абсолютно. И народ слушает. Народу нравится. Это явно. И Гришка Распутин, мой отец. Парденки. Да-да-да. А Тарасик Николай II. Абсолютно верно. В каком смысле отец? В родной мой попался. Григорий Распутин? А что раньше она слушала, кто на ком женился, кто-то чей сын, вообще-то такой... В общем, полноценный сеанс. Я уверен, сейчас вот это вот... Ольга, вот это вот, она могла бы быть регрессована. легко. Конечно, вы не знали? Нет. А, то есть, экзамен сдай последний, да, и вы мне выпускаете? Так, спрашивайте, я буду отвечать. Серьезно. Вот, сама сказала, сама сделала вывод, и сама же дала позволение. Снимай все запреты, мы сейчас кафтанчик перевесим. Надо же. Григорий Распутин отец. Отец. А Маша Распутина, кто же тогда? Бог и царь обязательно. Царь царей, это вот, ну, не больше, не меньше. У нее почти все так на сеансах. Все обязательно кем-то были. Каждая вторая, Нефертити, Иштырь, Астар и прочее, прочее. Смотрим сеансы. Это же вообще, это же красота. Это же просто прелесть. Альфа Ментал. Громкие названия. Жизнь и жизнь, смерть и смерть. Масло масляное, черному черное. Купол земли, информационное поле, карантин, ловушка, сработал. Вон там ходит, вот, ну, что-то подобное, как вот это вот говорит. Вон там ходит, Ольга, рассказывайте Маше Распутину. Все. Вот никакой связи. Вот то же самое, даже в названиях. Пиар все, больше образов, люди любят сказки. Вот. Причем здесь, конечно же, вот, этот сказочный, какие-то картинки, но люди любят картинки, никто не любит думать, особенно, мадамы, мадамы с низким уровнем, не то, что социальной ответственности, критического мышления. Картинки, картинки, больше картинок, из придуманной истории. Как связаны, Мария Антуанетта и Грегор слабоумие? Как, где у слабоумия Грегор? Никого не колычек. Важны картинки, образы, эмоции, переживания. Логика не нужна, за логику не платят. Когда почувствовали что-то, больше эмоций, готовы платить сказки. Вот еще есть у кого поучиться. Была такая Оля, например, там Павел после МОНа с ней работал. Там тоже саркофаги, колдуны, ну, там фантазия, конечно, не так развита, как у Викузьки. Крэйзи бабуськи, но вот тоже неплохо. Так вот, к ней на прием пришла скажем так, тоже бабушка, женщина, неважно. Она плохо себя чувствовала. Так она рассказала, что она плохо себя чувствует, у нее слабость, потому что она своей энергией звезду поддерживает. И благодаря свету из этой звезды живут миллиарды людей на трех планетах, которые вращаются вокруг этой звезды. И бабуська счастливая ушла, помирать ушла. Помощь никакой. Но она же звезду собой поддерживает. Логики никакой. Достоверности, реально привязки к реальности. Никого не колышет. Важно, чтобы клиентка ушла счастливой. Для этого нужны сказки. Развод с антимером. Вот слово развод они понимают. Что такое антимер? Вот я до сих пор не знаю, но это никого не колышет. Фундамент целенозора разрушен. Конец мироздания. Как связан... где у меня фундамент, где у меня фундамент, при чем здесь мироздание, почему ему конец, никого не колышет. Она там расскажет. Астак, сердц и эсфир иштар. Что, сложно тебе, Анют, в Википедию залезть, еще сказочных персонажей не разобранных найти. Да их тоже много. Юпитер победил, храм Юпитера восстановлен. Как иштар с Юпитером связан, никто не знает. Каким образом там Моисей строит храм, в это же время в Звездном храме заключаются какие-то в России какие-то миры в Звездном храме с Арими, якобы с Китаем. Это все примерно в одно время происходит и то, и то, 6 тысяч лет назад примерно по официальной истории придуманы. Но они как-то не бьются только вот у тех, у кого есть логика. У Вики все нормально, там уже 5 соломонов, говорю, и 33 ксеркса. Все, пространство смерти уничтожено. То есть люди уже не умирают. Абсолютно. Антигравитация. Фемида уничтожения. Каким образом антигравитация связана с уничтожением чего-то? Никого не колышет. Абсолютно. Почему? Потому что у нас, по-моему, на лице, на лицо вот такой тип мышления. Мне кажется, это острый психоз. Но почему-то люди это смотрят. Ну, там немного, конечно, просмотров. В реальности это около 1000 просмотров. Там могут рисовать 3000. но в ютубе реальные просмотры это нужно брать комменты и умножать на примерно 20. То есть, 5% людей пишут комментарии. Это реально. то есть, если там не знаю, у Альфа и Ментала сколько там. Сейчас посмотрим. 3000 100 просмотров, а комментов 87, 90 на 180. То есть, в реальности 1800 просмотров, а тут в два раза завысили. это не Телеграм. У меня в Телеграме там, не знаю, три и прочие бывают просмотров. Я не уверен, что мало кому-то интересно. Уверен, что мало кому интересно, но тем не менее. Сейчас посмотрим. Вот. Примерно вот 5700, 4500. Это вот реальный. Плюс еще есть там по 2,5 и прочее. Это тизер. Ну вот. Это реальные просмотры, плюс еще там по 3-4 тысячи этого Каука и так далее. Вот это реальный просмотр. Там никто не накручивает и никто не искусственный интеллект не играется с прогнозом 6300 и так далее. То есть, это реальные просмотры. в Ютубе просмотры нереальные. Ну, ладно, я отвлекся. Какое-то количество людей будут смотреть и даже некоторые будут платить деньги, хотя там бывает печальная ситуация. Например, вот один отклик. опять же. Вот. О, как знакомо. Вот это вот Татьяна, с которой сеанс, не знаю, уже 4-й или 5-й так называемый сеанс, который якобы там работает с квантовыми помощниками, когда-то работала, потом уже 500 раз отказалась. Первый сеанс, по-моему, в март был, что-то такое. То есть, уже полгода точно она якобы отреклась от всего целеназора, всех смыслов. Как знакомо, поговорила по скайпу с Викой, то есть, она с Викой уже поговорила, уже давно отреклась и началось новое нападение после сеанса, как выжатый лимон. Сеанс с Викой и она выжатый лимон. Давление скакало и началось, руку сломало, на огороде все погибло. Затопило ванную, пожар в ванной, баллон газовый почти взорвался, могло разнести весь дом и ее тоже. Но виноваты кто? Муна и Илья. Вот как нужно промыть мозги людям, чтобы они после всего такого еще винили кого? Несколько сеансов с Викой у нее все в жизни, потому что виноваты но виноваты мы. Это вот это верх молодец. Вот Анюта, учись у Викуси, как промыть мозги тем, кто ее смотрит. Потому что это клиника, подобное притягивает подобное. те, те, кто смотрят Викуси просто с ней на одной волне. И им вот это не кажется бредом. Для них это абсолютно логично. То есть, я сразу вижу клиническую картину, смотря Викуси. А вот те, кто ее смотрит, почему-то на одной волне. Вот тут еще есть хорошие фильмы. Ну, вот этого достаточно, по-моему, будет, чтобы понять, с чем мы имеем дело. В этом плане, Анюта, тебе есть куда расти. Вот меньше логики. Народ это любит. А это вы, Маша Распутин? вы нам испоете тогда? Она же, Викуся, Урания, она же Исирия и так далее. У нее сказочные персонажи, у нее я Пиндер, Черномор и так далее. Молодец. Чуть позже я тебе скажу, Анюта, в чем ты еще молодец какого-то сказочного персонажа. Ну, это мы разберем еще один сеанс чуть позже. Я вам уже спела, хватит. У меня голоса нет, вот видите, хриплю. Вот, хрипит, потому что она уже спела. Когда что спела, никто не знает и проверять не будет, но вот очень похоже на стиль изложения и стиль повествования Викуся, но вот один в один. Волосы мне вернете? Ну так, потихонечку. А, потихонечку, да? Ну, Распутин уже прекрасно исполняет. Я не знаю, вам понравилось? Чего вы мне ставите? Пять? А вот вы сначала нам исполните, а потом поставим пять. А у меня голос, чей вам исполнит? Без голоса. Я не могу. Не хотите? Съели? Да, ну, мы просто нам не доказали, что вы тогда Маша Распутина. Ну, вот ищите знаете кого? А как вы нам докажете, что вы дочь Григория Распутина? Вот разумные вопросы доктора. Я тоже поначалу задавал такие вопросы, когда пытался разбирать Викусин бред. Устал, бросил. не хватит играть с доктора, пусть каждый занимается своим делом. Анют, вот посмотри вот эти сеансы и вот такая манера поведения сеансы, записи, записи. Еще в советское время записывали отличные просто. Это просто прекрасное учебное пособие того, как проводить сеансы. Вот если так будешь себя вести, будет уйма поклонников, потому что очень мало здоровых людей с критическим мышлением, которые с логикой что-то дружат, скажем так. Я уверен, что просто взлетят просмотры после такого перенимания опыта у таких людей. Так, вы мне скажите, вы кто? Из рода романов? Чтобы общаться с ней нужно быть минимум из рода романовых. Ну, у тебя есть уже один из рода романовых, Тарасик, поэтому в этом плане у тебя все хорошо, Анют. Не знаю. Не знаете и не узнаете. Так. Все, безапелляционно. Вот и не узнаешь и все. Вот не нужно никаких доказательств, не нужно... Это умные люди, говорят, мудрецы во всем сомневаются. Дураки твердо уверены. это пословица так говорит. А, нет, поуверенны. Что такое? Ну, они же все те же. Интрига и уверенней. О, да, это Илья, как вот Викуся говорит. О, сразу. Это он. А вы из рода Распутина? Ага. Романовых. Или Романовых? А этих, этих. Сразу. В одном флаконе. Два в одном. Зачем платить больше? Как в рекламе. Все четко. Так. И как же вы доводите с Таромой Николайом Таромой-то? Комедию ломать? Вы уже это все снимали. Хватит. Мы все сняли в ПТО. Может, не надо. Когда я зашла в последний раз, я кадр помню. Это была Сима? Ты Сима или кто? ПТО. Агропромсервис. Всех я вас знаю. Ну, чего? Ребята, я вам нравилась или нет? Ольга Фанась. Ну? Вы Нина Аркадьева знаете? Естественно. А почему все время обращаетесь к ней? Во-первых, вы довольно так нелицеприятно обращаетесь к ней. Ну, вы же хотели круто, я вам сделала круто. Если бы сразу все топнули ножкой, было бы так. Вы хотели все... Вы все время называете какими-то другими именами. Да. То из Романова. Из Ауры, да, да. Из Ауры. То из этого самого какого-то комплекса... Объезды... Вот. Из Ауры, Из Фири, Аштари, Урания. И главное, увереннее. Я должна так себя вести, вот так нужно. У меня миссия, ни больше, ни меньше. Вот острый шизоидальный бред, параноидальный, паранойя, одержимость цельнозором, это вот... Она принесет бабки тебе просто. Аня, давай, поперенимай опт. Я буду вот туда смотреть и слову больше не скажу. Все. Упрашивайте меня, упрашивайте. Интригу держит. Интригу. Молодец. Один в один, бабушка Вика. А что это значит? Ольга Фанасьевна. Все, я спокойна как-то. И больше эмоций. Люди это любят. Как и Викусе, то же самое. Сама улыбается, сама что-то там ржет, хихикает, сама ненавидит. Ну, круть вообще. Мне что-то сама приказывают постоянно. Ну, вот классика, классика. Вот именно такое народ почему-то хавает. Вот так нужно держать, вот так себя нужно вести. Посмотрите-то это видео вдвоем с Тарасиком. Есть чем поучиться, честно. Просто просмотры взлетят. Что, хотели, получили? Расклюбивайте дальше. Я вам пакетик оставил, там подсказочка. Пидите, читайте. Какой пакетик? Суком прочитать, какой на зеленом фоне. Светофор мне изобразили, значит, я поехал. Начать. Все просто. Вот. Вот. И чуть-чуть вот добавить деталей, вот там. А нет, ну ты молодец тоже. Кисточка какая-то. Связи с этим нет. Вот. Все это только в твоей фантазии. Молодец. Видишь, как народ хавает. Вот. А еще немножко, и вот будешь, как она. Абсолютно. Но народу это нравится. Веки ваши. Черные. С белыми крыльями. Ну твоей, Элен, какой хочешь. Так. Вот это вот кто мне скажите, я его не знаю. Это наш сотрудник, сотрудник нашего института. Это Иванов Петров Сидоров. Кто это? Ну, зачем? А меня вы знаете? Нет. А, Шатухин. Даже с вами вчера говорили. Шатухин. Шатухин. У меня другая фамилия. А то он из рода Романов? Нет, ну, кто я тут? Бабушка, дедушка. Вы мне скажите, это я кто? Ваша или не ваша? Наша, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всё. Я вам нравлюсь? Солнце мое. Всё. Забирайте и отпускайте на чайки. Идите, расхлебуйте. Я там всё чёрное вытерла. Вы думали, вы нас это самое? То нет. Мы вас. А что вы вытерли там? А всё, что было чёрным, я вытерла. Белое, пожалуйста. Полотна остались. Перёд. Напоминает стирание всего чёрного и убирание подключек к антимиру и чёрные шарики и всё остальное. Ну вот, один в один. И Викуся всё стирает прям. Всё, что было чёрное, прям всё стирает. Что нарисуйте, то и будет. Ольга Фанасьевна, а что значит чёрное и белое, это вы всё время повторяете. Что означает чёрное, То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Ну всё, я знаю, господи. Вот этот банкет был, это чего было в банке, когда? Филит, он существует. Банкет в банке, логично. Примерная логика, как у Вики. Вот мне кажется, что это какая-то родственница, я говорю, она просто, вот духовная учительница, просто-напросто. Существует всё-таки? Кто на кого наехал, кто из вас? Всё я знаю. Кто на кого наехал? Ну, КБ Фили наехал, на КБ Иванова, КБ Романова. В субботу. Банкет у вас состоялся? А вы что, не помните? Все тут лежат, после вокруг смеха, да? Не надо как-нибудь, ну ты же видишь, я нормальная. Галь, ну всё, приехали. Тёти Галевы, всё я знаю, только я вас не видела раньше, потому что я была маленькой. Чья тётя? Чья тётя? Ну, я поняла, что у нас самая крутая была Люсика, правильно? Зоя Космодемьянская, которую тянули, куда-то вытягивали. Ну, это просто вот сеанс Вики, просто без порталов и секторов. Вот убери сектора и порталы, это Вика. Нет, вот вы мне скажите, вы Романовы? То я с вами буду разговаривать, как с Романом. Если вы там Мухина или... Если вы тётя Галя, то вы разговариваете, как с тётей Галей. Да, а если нет, то всё. То что всё? Ну, мне не дорисовали историю? Вот фотографию мне положите вот сейчас. Историю дорисует Викуся легко. То я врач, и хочу с вами разговаривать, как с пациенткой. Нет, вот фотографию мне покажите, всех моих вот. Ну, сейчас буду говорить. Тётя Галя. Так, это кто? Это Романова? Пусть называет себя. То есть, она Романова. Если она там ещё кто-то, пусть молчит. Романова? Рыжова, да? Или кто? Нет, спросите её. Ну, вы врач-то спрашиваете. Я у вас экзамен принимаю. Я сейчас всех рассчитаю. Татьяна Владимировна её зовут. А почему считаете, что я Рыжова? Я похожа на какую-нибудь из ваших родственников? Я молчу. А кто такая Рыжова? Вот её спросите, кто она, Рыжова? Она Татьяна Владимировна. А что вы меня, на меня-то смотрите? Вы принимаете? Уточняющие вопросы. Вы просто... Это люди с какой-то остатками логики советского образования пытаются найти какие-то причинно-следственно-логические связи. На сеансах это просто не приветствуется. Ну вот, образы, образы. Древо смерти антимира. То же самое. Такой же переход, такие же отсутки переходов. Просто всё связано со всем в этом шезоноидальном, параноидальном бреде. И больше образов. Пожалуйста. Масонские. Потому что уже картинки подбирает у нас масон. То есть, который якобы романов. Последний. Якобы Николай. То есть, Тарасик. Голодные времена для духов антимера. Причём здесь крокодилы солнца. Но это реп. То есть, на символьном уровне всё понятно. Череп и кости. Смерть. Образ смерти. Он пробивает. Люди боятся смерти. Запугай. Больше страха. Если человек не поверит, что я зло во всех инстанциях, такой там Греф, Шваб, глобалисты. Нет. Илья с Моной просто зло во всех инстанциях. Не важно, что когда-то там они вместе выступали, якобы боролись. Соратники. Нет. Загимнотизировал всех. Не важно. Никто не колышит. Вампир. Закидай масонскими символами. Нужно подключить всех к нехорошим символам. Библейским, прочим. Важно, что человек проконтактировал с вампиром. Он увидел связь на твоём сеансе. Вот. Рекомендую также классно подбирать ещё и картинки. Тарасик, видимо, как-то все усилия на веку всё понятно нам основной на денежный продукт. Но рекомендую вот ещё усилить все масонские символы. вот это вот. Кадуцей, вампиризм, смерть, репт, пожалуйста, пирамида, символ масонский, расколотый мир, пентаграмма, подключай всех сюда, рамки для матрицы, рой, подключи, пентаграмма, колдовство. Вот через картинки, вот просто посмотрев вот этого, человек подключается к куче нехороших черномагических символов и ритуалов. Число зверя. Неважно, о чём ты говоришь, подсознание не воспринимает частицу «не». Можно говорить «не пей, это пей». Если Викуся говорит о чём-то якобы в негативном ключе, на самом деле она это пиарит. Масонство. Масонство. Сталин только с негативом, с поднаёмным трудом, с холодом, дисгармонией. Вот на уровне психологии пирамидка, теория Дарвина. Какое тут мироздание, какой бог? Нет, мы из животных. Гок и магок. Всё. Пиар, подключение, пожалуйста. Тут подключение кроя было рамки для Матрицы. Тут пожалуйста. Вечно ирригированные органы в сеансах. Всё, молодец. Раскрутка вот этого нехорошего западного колдовского магического эгрегора. это символ Хэллоуина. Хэл, ад. Кем был сатана. Отмена договора сотворения мира. То есть отмена всей так называемой славянской истории и так далее. ну просто классика жанра взрыв это карма. Я не знаю кто такая карма и где у неё программу и жертву. Хорошо. Опять предтеча ли я и как-то связана со мной. просто на уровне даже это жесть даже на уровне картинок подключка идёт к нехорошим всем вещам. Где-то у неё было новое сознание матрица и прочее как там. То есть она роевое сознание пиарит в качестве нового сознания для человечества. Мироздание теперь уничтожено. Да надо же. И показывают эту библейскую то есть муравейник показывает вот эта вот самая башня которую они строят это ещё в поколении П я разбирал. Вот подключка к эгрегорам вот пиар королевы мира рептилоидной королевы в Англии тут даже на уровне картинок всё понятно всё видно всё на уровне символов. Молодец вот этому тоже нужно и побольше коллективных медитаций в коллективных медитациях индивидуальное сознание выключается напрочь в коллективной медитации присутствует роевое сознание то есть те кто ведёт медитацию они контролируют всех это секта тоже рекомендую начинать медитацию все кто подключается тащат энергию тебе вот я почему-то против медитации но не надо идти по моему пути делай коллективной медитации особенно где будут отказываться от своих родовых программ от мам пап что будет женщина которая откажется от мамы программы мамы да и кирдык просто в этом мире а это норма норма крещение руси надо же граница украины да не было украины вся история придумана нет она будет пиарить уничтожение программы ой восхождение сталина якобы николай второй позволил сталину а ничего что там между между сталиным и николаем вторым еще есть керенский ленин большевики эсеры и так далее нет шахматная доска масонский символ подключение к всему масонскому фантазии вот по их плодам но все оно на уровне вот этого подключка бабочка программа монарх мк ультра подавление сознания вот этими символами они работают символы правят миром показал символ подключил к определенной программе бабочка монарх она рассказывает и во всех сеансах главное что там я участвую всех я заколдовал больше страха запугая анилта обязательно всех переброс кармы темными закончен ну надо же судя по тому что сколько раз опять какой-то символ непонятный ахиллес то есть подключка ко всем нехорошим образом абсолютно ко всем так что анюта и те есть чему стремиться больше образов из придуманных религий из придуманной истории из придуманных образов масонских образов побольше но красота же просто красота у лукоморья дуб зеленый обязательно все сказки нужно тени люди это любят обязательно расторжение контракта сырье и тут при чем-то тут трамп мне кажется снова логики ноль абсолютно то что я разбирал Танос картинка из Танос казалось бы все проявились при чем здесь Танос но он есть потому что они знают что на самом деле то что Тарасик своим масонским сознанием транслирует то что векуся как наложенная королева Роя транслирует людям это один слой а вот на уровне второго смыслового ряда именно на уровне символов там совершенно другая картина вырисовывается Анюта рекомендую тебе все-таки больше второго смыслового ряда больше образов потому что на уровне образов происходит перекодировка сознания именно не важно что сознательно люди там думают важно какие образы транслируешь и через образы идет напрямую кодирование подсознания Какие образы ты упоминаешь, такие образы и работают. Анюта запомнила? Ну, уже больше часа я рассказываю. Давайте еще немножко посмотрим вот этот вот параллель с Викусей и то, к чему нужно стремиться Анюте, чтобы народ просто к ней валом повалил. И потом еще буквально пару минут, и, наверное, достаточно сегодня. Я думаю, что все необходимые выводы Анюта уже сделала. Экзамены не я. Я кто? Мухина Ольга Фанасьевна? Мухина Ольга Фанасьевна. Все, вот и работайте. А я сижу, посмотрю. Логично же, да? Вот и работайте. Все, сняли? Все довольны? Спасибо. Так, ну я родственников-то своих могу увидеть? Кого? Ну вот, вы же все мои. Фотографию мне дайте, пожалуйста. Я не веду отсюда. Ну, фотографию же сейчас не делаю, у нас нет. Нет, кто вот Романова, вот скажите мне, кто где есть кто. Давайте я вас сама всех узнаю. Ну, хорошо. Вы Романовы? Все, ну если так считаешь, вы все Романовы. Это Люся. Это Аня. Так, это кто? Бабуль, ну давай. Ну, хорошо. Видимо, все. Вы где сейчас находитесь? Бред у данной больной лишен какой-либо системы. Фабулу его можно определить как бред инсценировки. Ложные узнавания, демонстрируемые больной, можно обозначить как симптом двойников. Обратите внимание на яркую эмоциональность. Бред, окрашен эмоциями больной, носит чувственный характер. Итак, отсутствие стройной системы, яркая эмоциональная окраска, чувственный характер отличает остро возникший бред от хронического. Фабулы инсценировки, отношения, особых значений также характерны для острого бреда. Особое значение. Просто, просто. Я могу долго разбирать, еще других привести, но тут все четко. Миссия. Симптомы все. У меня миссии, я уране. По-моему, один в один. Ну, еще кратенько попробую. Буквально, буквально пару советов. Наши любиманечки. Да, ну, они вот очень хорошо, хорошо прямо усваивают некоторые вещи. И Тарасик ей вторит. Ну, вот пример. Механическая вот эта вот. Искусственный интеллект. Где механическая, где искусственный интеллект? Вот никакой связи, на мой взгляд, потому что тут именно механика материальная, а искусственный интеллект – это программа. Но сравнивать длинное с тяжелым – это нормально для вот такой вот клиентуры. И у Анюты тоже прекрасно начинает получаться. И Тарасик ей вторит. Молодец. Мне кажется, у всех троих диагноз просто-напросто один. И с кем поведешься, от того и забеременеешься. Они просто друг от друга заражаются. Молодцы. Слушай, они в том воплощении, получается, тоже на водку давали? Искали? Ну, я их вижу сейчас. Ну, вот как сейчас они выглядят. А в том воплощении, где вот эта стопы происходит, они были воплощены? Тарасик, ну, вот не надо задавать, не надо играть в доктора, задавать какие-то уточняющие вопросы, которые просто могут какую-то логику навести. Да не нужна никому логика, Тарасик. И тебе тоже совет. Нафиг не нужна логика. Те, кто слушают вас, у них нет никакой логики. Она видит сейчас, значит, это все сейчас и происходит. Ну, какое в то воплощение? Ну, я тебя умоляю. Считай, Француз. Да. Очень часто. Много раз. В смысле, много последовательности слышу. Много последовательности. Ну, почему нет? Ну, наверное, потом, что-то два слова. Много последовательности. Много последовательности мы еще преследовали и Анюту. И Анюту тоже мы преследовали. На, даже. Часовню тоже я или все-таки было до меня в 16 веке? Понятно. Там служим. Давай сразу уже куда? Кому отдавать? Давай, прикажи хозяину, Илье и Моне, кому они служат, проявиться. А вот сейчас, наверное, будет что-то интересное. Неужели мы дожили до какого-то интересного момента? Ну-ка, ну-ка, ну хоть, ну, Аня, пухни мозгом, напрягись. Фантазию прояви. Я в тебя верю. Я слышу, мы не служим, а сами выбрали. Это наш кодж. Ну, это как не называть, так и... Ну, и кому они сами выбрали служить? Так, сами выбрали или служим? Ну, правильно, да. Никакой логики вообще. Ну, зачем это? Да, откуда ноги и руки? А вот теперь я вижу лабиринт. Молодец. Образы. Круто. Правильно. Угу. И вот эта связка между интеллектом и вот эта черная нитка, она вот перекручивается? Да. Связь тяжелого и... Фух. Длинного – это легко и светлого. Вот. Между материальным черным нитком и интеллектом это уровень, это не... Не материальное что-то. Это нормально в их параноидальном бреде. Это синяя такая, а это черненькая. И она вот по этому лабиринту как-то кружит. Давай, я говорю, уже сразу. Кто синяя, кто черненькая. Ну, она же родила в Сибири, ей можно. Конечно, это. Чтобы я... Хозяину прикажи появиться. Кому-нибудь туда. У меня прямо из головы вылетело, как это сказать. Угу. Да, вот он с крыльями. Круто. Хозяин с крыльями. Дымает. Мы его называем по-разному. Дух, Серафим, Симик. Дух и Серафим? Да, это... Это поймут только вот тот же... Тот такой консилиум докторов. Но, к сожалению, вот консилиум докторов по поводу такого вот бреда уже не собирается. Крыл почему-то я его называю. Симикрыл. Молодец, Анна. Просто у тебя не все потеряно. Молодец. Семикрыл. Я не знаю, где у него семь эти крыл. Потому что, ну, раз, два, три, четыре, понятно. Но еще двадцать пять. Сесть. Седьмое крыло. Я стесняюсь спросить, наверное, где у него находится. Абсолютное зло. Ха-ха-ха. Я говорю, да, прям страшно. Семикрыл. Да. Не, ну, подожди. Нельзя смеяться на зло. Аня, денег платить тебе никто не будет, если люди не будут бояться. Если ты высмеешь все зло, это будет не страшно, то чем ты будешь загонять к себе на сеанс, если не избавлением от вселенского зла? Вот бабушка Вика, молодец, пугает всех цельнозором страшным. И тебе нужно делать то же самое. Хороший пример. Ни в коем случае не смейся. Вот от души советую. Нельзя надо мной смеяться. Высминное зло, оно, как Задорнов говорит, уже не представляет опасности. Снимается барьер психологически опасность. Значит, если люди не будут бояться, то за что они будут бабки-то платить? За избавление от смешного зла? Это вообще смешно. Вот и тогда было страшно. Я вот эту штуку одела, это как защитная какая-то, это какая-то защитная ерунда, чтобы меня не нашли или не вычислили, не вычислили. А какие ее свойства? Ну, немножко, по-моему, нужно промотать. Да, они, безусловно, есть над чем поработать, потому что вот такие ляпы нельзя допускать. Какой-то аккумулятор. Какой-то лятор, но чего-то не аккумулятор, а какая-то, чего-то какой-то лятор. Какой-то лятор, вот для женщин пойдет лятор и все. Вот тут вот вход в первоисточнику только что было, а вот тут чем мы пользуемся в быту? Какой-то лятор, круто. Ну, по-моему, это косяка. Попробуй заедеть в Википедию, там очень много интересных всяких терминов. Вот есть интерференция, значит, есть интерференты. А есть еще экстраполяция, ну, придум какие-нибудь экстраполянты, что ли. Никто не будет знать, что это. Да и никому не надо, зато будет звучать солидно. Звучать будет вообще круто, честно. Почти как рабочий стол. Безработный стол, наверное, смешно, но вот экстраполянты, я думаю, должно сработать. У Викуси же прокатывает кварки, кванты. Я, говорит, не знаю ничего. Не нужно ничего знать. Викуси тоже так косякнула, но ничего прокатило. Да, много еще косяков прокатывают. Можно и предателем Тарасика назвать. Там тоже веселуха. Карифлятор, прикарифлятор, ну, что-то такое. Бурбулятор, короче. А, нет, бурбулятор и все. Зачем сложности? Проще. Поняла, что это типа прибора. Угу. Ну, просто и понятно. Да. Проще некуда. Все понятно, да. Если тебе это понятно, то очень рад, что психиатрия советская уже того. Иначе все было бы иначе. Логично. Масло масляное. Я тоже, как и ты, начинаю говорить. Это заразно. Так. Поэтому это и я ничего не вижу. Да? Ага. Да. Что, веселуха? Для того, чтобы увидеть, надо это снять. А страх больше, а он накапливается. А я не снимаю, потому что страшно. Снимаю и потом бегу. И притягиваю за ситуацией, что на меня нападение. Ну, короче говоря, я хочу жить дальше. А дело ее. И спряталась в толпе. Вот смысл. Угу. Понятно. А дело, потому что страх. А страх появился. Глядя, что происходит. Уничтожение. А, ну, все логично. Угу. Да. Вообще, логика просто рулит. Ну, пик логики там еще дальше будет. Вот за что нужно похвалить Анюту просто за театральность. Просто супер. Убрать это все воздействие, это колдовство. Последствия. Призывай на них карму. Да, сейчас. Ух, ни хрена ся, аж на физике меня тут это. Давай, зайди в тот момент, когда эти колдуны делают это колдовство и прикажи им все убрать. Нет, я расторгаю контракт сначала. Какой? Где я подписала? Вот здесь. Опять я расторгаю. Опять. Вот это вот. Это было круто, конечно. Ну, и расторгай, Женька. Еще бы написала, рассказала, что за контракт. Чем она когда подписывала. С кем и так далее. Ну, кому нужно идти далее. А вот дальше вообще шедевр логики, супер логичность. Но людям нравится, судя по некоторым комментам. Хотя это тролли, конечно, но сейчас мы к этому еще вернемся. В этот раз я была вот этой вот бумажкой по морде. Кому по морде? Когда? Бумажка все-таки, это контракт в бумаге был? Тогда где? Это не тот спрут, который раньше был. Почему не тот, а какой? Где у спрута морда, если это ему? Морда-то не у спрута, наверное. Какой спрут? Когда она? До этого во всем сеансе не было упоминаний никакого спрута. Но она родилась в Сибири. Она же общается с Романовым. Ей можно. Еще у меня много чего интересного есть по этим сеансам. По предательству и прочее. Но запись уже час 13 минут. Не 27 секунд. Не важно. Это затянулось. Пора сделать перерыв. Я, конечно, продолжу. Смотреть ли вторую часть или нет. Все-таки решать тебе, воин. Но я не могу пройти мимо некоторых шедевральных вещей. И нужно все-таки разобрать полет. И направить Анюту на путь истинный. Разбор полетов с пара советов. Она просто молодец в некоторых планах. Но есть еще над чем работать. А вот над чем работать, я укажу во второй части разбора ее сеанса. Потому что есть парочка интересных сеансов. И я только начал разбирать, к сожалению. Но смотрите, дальше или нет. Все-таки реально решать тебе. Это реально необязательный сеанс. Но я сегодня таки ее доразбираю. И на этом заканчиваю первую часть. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok